Стали заложниками ремонта. Теперь семья из Первоуральска вынуждена с утра до вечера проводить время на улице. Даже под дождем признаются во дворе уютнее, чем в собственной квартире. Дело в том, что капитальный ремонт в доме затянулся. Сюжет далее. У вас на все ответы есть, понимаете? Да потому что мы не можем уже здесь больше так находиться. Мы на улице живем. Ну, Андрей, в конце концов-то. Я с двумя детьми живу на улице. На улице стихи учу. Это нормальная ситуация. Вот так начинается утро в этой семье. Женщина жалуется бригадиру, что новые обои отвалились, а швы на трубах отопления сделаны небрежно и выглядят некрасиво. Но главная претензия – ремонт затянулся, объясняет глава семейства. Практически юбилей. 31 день в нашей квартире ведутся демонтажные, монтажные работы. То есть это каждый день сварка, это каждый день болгарка, это дым, это невымываемый из квартиры абразив от этой всей работы. Сейчас семья Благовещенских практически живет во дворе одного из домов на улице медиков. А в квартире постоянно находятся строители. Все началось с капитального ремонта дома. Его начали еще в феврале. Последним этапом нужно было поменять батареи. И тут началось, рассказывает Алексей. Рабочие спилили старые батареи и пропали. Через пару недель появилась новая бригада. Тоже исчезла после двух дней работы, перед этим устроив основательный потоп. Алексей успел это запечатлеть. Вопрос. Где находиться жене с ребенком, которому нет еще полутора лет? Рабочие признают, виноваты. Но возмещать ущерб не торопятся. Обещают все вскоре доделать. А тянут с ремонтом, потому что сильно загружены работы и на других объектах в соседних квартирах. Показывают договор. Написано, что внутренние работы могут длиться 40 дней. На вопрос, почему исчезают рабочие, их руководитель ответить затрудняется. Ну как тут объяснить ситуацию? То есть, ну произошло, да. Действительно произошло. И сейчас просто нужно уже исходить из того, что у нас есть какие-то последствия, правильно, а не оглядываться назад. Жители дома на улице медиков пригрозили через суд потребовать со строителей возмещения морального и материального вреда. Но рабочие заверили, что 18 августа с проверкой приедут представители областного фонда капитального ремонта. К этому времени обещают устранить недочеты и сдать дом. Такой ответ главу семьи Благовещенских пока устроил. Тем более, что к шуму болгарки его годовала и дочка уже привыкла. Даже будет не хватать, смеется жена Алексея. Единственная, кто до сих пор в состоянии стресса, это кошка Алиска. Уже месяц отказывается слезать со шкафа. Николай Свердлов, Никита Нехорошков и Евгений Шилов. Новости Первоуральск. Игорь Свердлов, Никита Нехорошков и Евгений Шилов. Новости Первоуральск.